Сегодня, ребятки, мы с вами посмотрим на отслитые тесты центральных процессоров как от Intel, так и от AMD и увидим, как первые дают под хвост вторым. И бонусная информация касается майнинга, что в России теперь индивидуальные предприниматели вместо 4% смогут платить теперь 13. И для любителей скидок, игр и софта. На сайте CDK Offers можно купить винду со скидкой. Добавляем в корзину. Вводим промокод HUMAN для доп. скидки. Бум, цена еще ниже на 20%. Оплачиваем через любую удобную систему. Вводим ключ. Пользуемся. Профит. Все ссылочки в описании. Салют, пипл, с вами HUMAN. Минус один майнер, минус один бюджет и, естественно, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Начинаем. Да, в сеть уже залетела утечка о том, как ведут себя центральные процессоры по факту. Но, опять же, пока что прям четких пруфов и, скажем так, физических тестов людей не было. Поэтому к этой информации относитесь с осторожностью. Потому что все мы знаем, как те или иные компании, тот же Intel или AMD, любят все-таки превозлагать свои, скажем так, профиты от своего железа. В итоге, со слов иранского ресурса Сакфтазар, Альдерлик смог не только навязать конкуренцию процессорам AMD, но и обойти их. Причем со значительным отрывом. И, между прочим, новые процессоры от Intel 12-го поколения, они будут отличаться от предшествующих гетерогенной структурой. То есть, там будут как производительные ядра, так и энергоэффективные. С архитектурами GoldenCalf и Graceman. К тому же, к ЦПшке приписывают также увеличенное количество исполняемых инструкций за такт, так называемый IPC. Плюс 20% обещают. Естественно, поддержка PCI-Express 5.0, ну и, естественно, DDR5. Но не без поддержки новых материнских плат LGA1700. В итоге, флагманом у нас в этой линейке будет i9-12900K с 8 производительными ядрами, которые, естественно, будут поддерживать гипертрейдинг, то есть гиперпоточность. Данные производительные ядры смогут работать на 5,3 ГГц в бусте. Плюс также будет у нас аналогичное количество энергоэффективных ядер, то есть 8. Их частота будет составлять 3,9 ГГц тоже в бусте. Ну, если вам ближе, режим турбо. Под флагманом у нас уже идет, скажем так, средний сегмент 12700K. Здесь у нас будет 8 больших ядер и 4 маленьких ядра. Ну, то есть 4 это у нас высокоэнергоэффективные, а здесь производительные. Частоты, естественно, 5,3 ГГц в одних, 3,8 в других. Ну и самый их мелкий брат, это, естественно, i5-12600K. 6 производительных и 4 высокоэнергоэффективных ядер. Частоты 4,9 ГГц, 3,6. Теперь же перед вашим взором простилаются тесты, такие как Блендер, Гикбенч и ряд других. В итоге мы видим, что Intel не просто вернул лидерство на поприще ЦП, но и уходит в отрыв процентов, ну, примерно на 25. И вспоминаем, что множество игр чувствительны к одноядерным железкам. Да, не все, но многие, то становится очевидно, что с такой тенденцией синие снова берут на себя первенство в гейминдустрии. Тому отличный пример первенства 12-ядерного 20-поточного Core i7-12700K и 10-ядерный и 16-поточный i5-12600KF. А если Intel сюда еще добавит свои, ммм, видеокарточки Arc, тот же Alchemic и так далее, это будет вообще шикарно. Но пока что это только влажные мечты. Но если говорить за тестированием многоядерных игр, то тут явный паритет. Тот же 16-ядерный и 24-поточный i9-12900KF идет наравне 16-ядерным и 32-поточным AMD Ryzen 9 5950X. Так что ларка теперь будет довольна что AMD, что Intel, потому что вечные тесты игр, которые производятся на ней, всегда она любит распределять равномерно нагрузку на все ядра центрального процессора. Говоря же за тесты в прикладных задачах, то в вопросах рендеринга тестовых цен в Blender и кодирования медиафайлов с кодеками 264 и x265, то успех здесь переменный. И то же самое происходит и в тестировании PC Mark 10. Говоря же за цены, то да, ранные утечки не лгали. Действительно, данные центральные процессоры будут стоить, ну, со старта достаточно дорого. И причем это, я говорю, не за Европу и СНГ, в которой все потом только приедет, а начиная даже со Штатов. В целом, стартовый ценник вырос на 50 баксов, что очень похоже на стратегию AMD, когда ты выпускаешь лучший продукт, ну, естественно, за лучший продукт нужно и больше платить. По этой причине, наверное, и действует таким же образом Intel. Правда, ребятки, с такой тенденцией, если все продолжится в таком ключе, то, скорее всего, через года 3-4-5 мы увидим, что бюджетные процессоры начнут стоить от 500 баксов и выше. В итоге, естественно, дороже всех флагманский у нас процессор 12900К, который начинается от 600 баксов. А если мы это интерпретируем на СНГ пространство, постсоветское, да спустим пространство, я не думаю, что он будет стоить ниже, чем 700-750 долларов. Если говорить за i7-12700К, то у него стоимость 430 долларов. Ну, а бюджетный i5-12400 203 бакса. Не знаю, почему на 203, но так вот они описали. Ну, опять же, это стартовый ценник непосредственно в стране, который будет первым его продавать. В СНГ будет дороже. Но, с другой стороны, не стоит забывать, что тот же Ryzen 9 5950X стоит на порядок дороже флагмана от Intel. Плюс 100-150 долларов. И, как бы, учитывая тесты, которые мы видим пока что, то выбор в плане игровой индустрии достаточно очевиден. Кстати, буквально недавно я вам говорил, что AMD снижает свои ценники на камни не без причины. Одну из них вы видите сейчас. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, если кто не в курсе, во время выступления на московском финансовом форуме призвал провести эмиссию цифровых валют в госреестр. То есть, простым языком, обложить налогом в 13% предпринимателей. И более того, при этом, при всем Аксаков хочет уточнить, что такое понятие цифровая валюта. Ну, то есть, чтобы избежать путаницы, мол, цифровой рубль это совсем другое, а вот все остальные криптовалюты на основе блокчейна, которые децентрализованы, это уже иная история. Понимаете, чем запахло? Депутат четко сказал, что крипта это всего лишь финансовый актив для инвестиций, и который будет незаконно использовать для любого вида транзакций. Так что это будет считаться как незнакомное платежное средство. Ну, а по факту, на данный же момент, ряд майнеров, которые все-таки назвали себя самозанятыми и платят какой-то налог в казну, он составляет 4%. Кто-то не платит и вовсе. Здесь хотят сделать 13% и, естественно, сделать так, чтобы это была криптовалюта не с точки зрения оплаты тех или иных услуг, а просто как инвестиция. Такие дела. На этом, ребятки, у меня для вас на сегодня все. Пишите свои мысли в комментариях под этим видосом, если они у вас есть, а они у вас всегда есть, пообсуждаем. Но с вами был, как всегда, Хьюман, и, как всегда, кайфовой вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok